Время созидать. В ближайшее воскресенье в России отмечают День строителя. Наша съемочная группа побывала в одном из строящихся микрорайонов в крае, где инженеры, проектировщики, дизайнеры, сварщики и представители многих смежных профессий не просто возводят жилье, а творят, причем зачастую для самих себя и своих родных. Смотрим сюжет. Чего не хватает людям для полной гармонии? Поиск ответа на этот философский вопрос постоянно на повестке дня у застройщика одноименного микрорайона в городе Михайловске. Два года назад решили, что лучшим дополнением к жилью, а здесь будут построены квартиры для десятков тысяч людей, станет пешеходная аллея «Ласточек», самая длинная в Европе. И сейчас на аллее уже несколько скверов и специальных зон, устроенных по просьбам местных жителей. У нас идет четкое разделение, что зона для спорта, зона для людей с активным видом отдыха, зона для людей с более спокойным видом отдыха. Кто-то захотел книжку почитать, кто-то захотел шахматы поиграть. Есть зоны для детей, шумных, для маленьких детей, есть зоны для детей постарше. Они не пересекаются, и аллея соединяет все эти зоны в одну общую структуру. Кстати, эта аллея – место приложения творческих сил дизайнеров и художников по металлу, и, конечно же, сварщиков, которые работают не как для себя, а именно для себя, потому что местные жители. Большая часть живет у нас в гармонии и делают, понятно, что за деньги делают, но, тем не менее, делают так же они и для себя, и для своих детей, и для своих родных скамейки и скверы и все остальное. Алексей Заярный – потомственный строитель. В профессии уже более 15 лет. Говорит, что его дело – это призвание. Я еще со школы писал сочинения про отца, он у меня тоже строитель, но он у меня каменщик, а мне понравился сварщик, а поэтому я ее выбрал и стал сварщиком. За последние три года строительная группа «Третий Рим» расширила собственное производство. В кризис это стало хорошим подспорьем, и теперь строители продолжают работать в этом направлении. Данный цех полностью обеспечивает наши предприятия изделиями из ПВХ, также алюминия, то есть это окна, двери, витражи. Порядка 800 кубов растворной смеси мы производим ежемесячно и более 3000 бетонной продукции. Также мы по месту изготавливаем фундаментные блоки, колодезные кольца, крышки и днища, что в итоге позволяет снизить цену на квадратный метр. Почему именно ценообразование оставили такое, какое на протяжении 8 или 7 лет? Потому что, конечно, у нас появилось много своего производства. Там и кирпичные, и оконные, и бетонные заводы. Ну, в общем, все то, без чего не может существовать стройка. Поэтому сегодня мы большую часть, кроме, конечно, пока металла, все производим мы сами. И сети сами строим, и производим все сами. Поэтому, наверное, за счет этого и сохранились. Все эти растворы и бетон пригодятся не только для строительства жилья. Сдавать жителям просто крышу над головой и стены – это уже не актуально. Сейчас важна инфраструктура. В «Гармонии» летом этого года открыли физкультурно-оздоровительный центр, где сейчас проходят занятия под зюдо и растут свои чемпионы. Алексей на днях завоевал Кубок губернатора Самарской области и готовится к первенству страны. Говорит, этот зал – то, что нужно для победы. Все, что нужно – тренажерный зал, татами, душевые. Больше нам ничего не надо. Этого хватает. Мы занимались. В плохих условиях занимались. Можно сказать, вне подобающих. Но мы занимались 20 лет. У нас за это время выросли чемпионы России, победители Кубки мира. С появлением этого спортивного зала мы задышали. Надеемся, что после того, как мы сюда зашли, у нас результаты пойдут вверх просто в космической прогрессии. И духовную составляющую тоже не обошли вниманием строители. Всего за год здесь вырос храм святого великомученика Артемия. Слава Богу, что со строительством этого микрорайона «Гармония» и началось строительство храма. Не получилось так, как это бывает обычно. Сначала здания, сначала какие-то офисные помещения, торговые площади. А потом вдруг, если что-то останется, может быть, и позволим храму появиться. У Сергея Анатольевича совсем другой подход. Сначала храм или храм вместе с микрорайоном. Это очень важно. А еще осенью здесь приступят к строительству школы на тысячу мест. Откроют детский сад для 300 малышей. Застройщик поставил перед собой задачу изменить имидж Михайловска в лучшую сторону. И это только задача минимум. Мы хотим поменять имидж города Михайловска. Чтобы все те ребята, которые еще на сленге называют «шпаковка», чтобы для них слово «шпаковка» было по-своему, знаете, что это, извините, а-ля «рублевка». Мы идем на регионы. Это, так сказать, у нас порядка от 10 до 15 проектов разных городов будет. И мы, конечно, ставим себе задачу с выхода на миллионы квадратных метров. Стать основным российским, одним из основных российских застройщиков, ну, так сказать, флагманом. А еще строительная группа собирается построить в Михайловске, крупнейшей на юге страны, аквапарк, многофункциональную клинику по западным стандартам, парк развлечений для детей и взрослых. Так что свой профессиональный праздник здесь встречают с большими планами. Осталось их только реализовать. Андрей Шворнев, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение.